Разрушенные здания, выбитые стекла, торчащая арматура. И это точно не последствия землетрясений. Крупнейшее предприятие советской эпохи Усолья Химпром теперь практически зона отчуждения. Конструкции зданий, а это 200 промышленных и подсобных объектов, разрушаются. Но самое главное отходы химической промышленности. Под землей их около 2 миллионов тонн. Сейчас пробы воздуха, воды, почвы берет специальная передвижная лаборатория. Машина оснащена системой мобильного экспресс-тестирования. В этих пробирках соляная кислота, сероводород, оксид серы. Непосредственно рядом с цистернами, которые наполнены опасными отходами, ПДК веществ превышена в 6 раз. Но на сегодняшний день все 16 емкостей уже установлены в безопасное положение. Отходы из 4 цистерн переместили в специальную тару для последующей утилизации. Кроме того, в 2020 начнут демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза. Это место, по оценкам экспертов, здесь считается самым опасным. Все эти работы проводят в рамках специального проекта, реализовывать который в этом году начала корпорация «Росатом». В 2019 выполнят первый и, пожалуй, самый сложный этап. Программа, открытая для населения. Всю информацию будут доводить в режиме реального времени. Мы здесь ведем речь не только о том, как решить конкретную экологическую проблему. Мы очень хотели бы начать серьезнейший диалог о новой жизни города и новой жизни региона. О тех импульсах, которые могут дать старт этого проекта. О том, какие новые возможности могут получить люди, которые здесь живут. Мы очень хотели баланс этих двух составляющих поддерживать на протяжении всего проекта. В экологический совет, который создан при комиссии по экологии Общественной палаты России, входят люди разных профессий. Это медики, экологи, представители науки и бизнеса. Вместе обсуждают ситуацию, вносят свои предложения и коррективы. Вот этот момент, то, что мы опираемся, Федеральная общественная палата опирается на жителей региона. И они становятся нашими экспертами. Они говорят, что на самом деле происходит в регионе. И, по сути, Федеральную общественную палату используют как свой инструмент. И я убеждена, что именно вот эта модель, а я даже не сомневаюсь, что она будет успешной, но не буду забегать вперед. Если она станет успешной, мы действительно сможем применить во всех остальных регионах России. Промышленная площадка города Уссули-Сибирская включена в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». В будущем на месте разрушенного и опасного завода должна появиться новая промышленная площадка. А в Уссули в целом заработает система «Умный город», которая поможет сделать жизнь горожан более комфортной. Виктория Малая, Павел Рютин, АСТВ.